МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Патрульная полиция, запароль лейтенант Сатруль. А что вы не стреляете? А? Что вы не стреляете? Не имеем права. Почему? Нет угрозы. Как это нет? Я же не останавливаюсь. Есть специальная статья, за которую мы имеем право. Так открывайте огонь, преследуйте, как следует. Как-то вяленько вы. А есть документы, выставляющие личность? Нет, вообще ничего нет. Есть только у меня все документы на машину есть. А на наличность? Паспорт есть? Наличность у меня нет, но у меня есть... Ну ладно, мы дойдем до этого. Да-да-да. Что там у нас с этим? Сами-то. А, что показывает, да? А кому он показывает? Ну пока водителю. Пока же еще... Ну мы же еще... Смотрите, если вы прям так вот... Тогда... Для того, чтобы я передал документы, показал вам, надо хотя бы тогда причину остановки такую, чтобы на верочку уже. Ну я же вам назвал. Да, ну... Такие 35 законы операционные. Я назвал почему-то? Так прикоснуться к первоисточнику, так сказать. Первое источнику. Вы машите ручкой. Вот видел своими глазами, гнаться начали от фестиваля. Да? А они еще и стреляли в воздух. Знаете как? Сначала инспектор сделал... Сначала инспектор сделал предупредительный воздух, а потом достал пистолет. Это что? Да. Ребята, это как милиция? Правильно, правильно. Ну ты мне скажи, вот с отдельной... Ну я сейчас в процессе. Я сейчас... Я не могу просто ребятам мешать. Правильно, а он слушает ребенка. Да, по-моему, ребенок правильно говорит. Ну да. А, вот, вот. Удачи. Есть я, да? Ну как есть? Ну есть. Сейчас будем смотреть. Ну наконец-то, хоть где-то же я есть. Так, 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 сейчас я вам секундочку. Чтобы лишнего не увидел? Нет, нет, лишнего не увидел. Так, да, все. Смотрите. Это сейчас... Это сейчас кто? Это сейчас... Это сейчас от Украины мы едем в сторону площадь фестивальной. Нет, я с Николайского увидел. Видел меня, он такого не видел, а? А вот так. Ты живуешь. Так, у вас есть шанс оформить как следует. Вы же видели в интернете все ошибки ваших попередников, я кто скажу. Да, я такой, да. Он прям, как Янукович, прямо разговаривал. Попередников? Да. Ну это Азаров вроде. Попередников, да. Поговорил. Если не ошибаюсь, так. Вот, патруль еще один нарушает, его надо оформить. Да? Да. А что? Ну а что он вообще? Надо тоже оформить. А что он вообще там стоит, да? Вот, надо его оформить тоже. Что за дела? У него задания там, он тоже общается с строителем. Так, смотрите, я вам сейчас объясню. Здесь. О, опять что-то пришло, что там? Собака опять залезла на дерево, надо снять. Нет, не надо. Не надо. Спасти надо жирафу какую-то. Нормально. Ну все. Ну раз наберусь знаки. Как раз перед нами специально. Если я еще и перед вами, то все. Так, значит, документы. Страховка одна, страховка вторая. Все у меня есть. Вот, все есть у меня. Так, нет, надо вот, надо с 1, 2, 1. Да. Ребята, у меня все есть, но у меня нет страховки. Нет у меня... Нет у меня посвящения водителя. Нету посвящения водителя. Ничего нету вообще. Надо ехать в райотдел, чтобы установить личность. Я серьезно говорю, но нету у меня. Я не понял, мы сейчас дать водитель. У меня нету, но я не совсем, конечно, водитель, но будем считать. Я выйду к вам, если кто не против. Согласно закону право национальной полиции, есть статя тискала. Что, Варик, для установленной особи, что есть ступень обзорчения в данном случае административного правопорушения, но только за данное правопорушение мы имеем право установить вашу основу. Я знаю, у меня вопрос общения. В данном случае я вам показал, да, вида правопорушения. Как чек вам нет вообще никакого вопроса. То теперь нам потребно установить вашу основу. Есть вариант для того, чтобы вам привезли кто-нибудь из ваших посвящений в воде, да есть фотокартка с вашей фотокарткой посвящения на накрывание транспортного застава. Вы не хотите в райотдел? Есть вариант с паспортом, то есть, если у вас висы немае, мы проверим. Это не ваш паспорт. Это не паспорт, это обложка. Это обложка документов. Для того, чтобы в райотдел мы делаем админ затривание. Вдруг там взяток. Зачем я ж не могу? Мне надо, мне надо. Я остановила ваши условия. Я готов к вайдил ехать. Прежде чем применять на наручники, нужно адмистраты на затривание. Вот. Как сказала ваша сотрудница, коллега, которая задерживала человека на масло, она сказала, что я делаю наручники в связи с тем, что для обеспечения своей собственной безопасности. Как я сядусь в машину, он будет без наручник. Так что вы можете вполне на меня одевать наручники. Повечный осмотр проводится, если при повечном осмотре у вас... Так я укусить за шею могу ваша напарница. У нас подготовленные сотрудники. Я вас тоже укушу. У вас сотрудники подготовленные, готовы ко всему. Давайте мы поедем с вами за паспортом и вернемся сюда. С чем вам тут райдел? Не хотите в райдел? Не, ну вы не хотите. Вам вот это три часа тратить. Ну поехали. Если хотите. У нас первая смена, нам еще завтра. Давайте сделаем так. Чтобы было все по закону. Вы типа везете такие в райдел меня, а я скажу, что потормози, тут сейчас вот, пусть выпустите, сейчас документы дадут. И мне дают документы и все. Что это за сервис такой? Нет у человека прав, давайте покатаем его домой, свозим. Ну так же никто не поймет. Нет. А вы типа в райдел меня везете такие, опа, а я оп такой, документы нашли. Ничего нельзя делать, для людей же делаешь. В чем проблема, я не могу понять. Я вам объясню почему. Потому что когда люди будут это смотреть, они будут реально понимать, что такое только в нашей стране, только для Саши могут сделать. Больше ни для какого. Никто никого не будет катать домой. Вот никогда. Мы не катаем домой. Ну потому что если посмотрят 100 тысяч людей это и скажут, что почему-то у меня такого не было, чтобы я забыл права и меня полиция, блин, свозила за правами. И заходите, что они потом посмотрят и будут давайте у нас съездить ко мне домой. Они будут говорить, что почему если Саше можно, так почему, почему меня не могут свозить домой? Михаил, у нас по любому месяцу у меня есть друзья. У меня есть. Вы же туда приехали в гости? Да. Но. Они не пояснили почему. Я в суду не особого вам, например, прибыли сходить. Никто не в машине. Нет. Нет. Я, правда, всеми силами хотел вам помочь. Мы и вам тоже идем навстречу. Молодец. Я просто, чтобы он пришел. О, вот, сейчас друг перезвонил. Сейчас мы его нагрузим. Подождите. Давайте. Если он, конечно, согласится. Юра, значит смотри, меня задержала полиция. Я вот сейчас практически уже в наручниках. Мне нужна срочно твоя помощь. Я сейчас возле здания прокуратуры. Если ты не приедешь, я окажусь либо в райотделе, либо в прокуратуре. Так что выбирай. И так. Продолжим. Смотрите. Данное правонарушение выявлено. Вам показано на видеорегистраторе, да? Вы с ним знакомы? Да. Способу установлено, Александр. Да. Смотрите. Сейчас. Сейчас. Згідно частины 2 в сети 36. Мы за два правопорушения не выносим. А объединуются. Выносится за один два правопорушения. Да. Знаемо, да? Да, да. Згідно цього. Какие у вас будут пояснения? Я хотел бы все-таки розовые справы перенести на по месту фактического проживания в Украине. И подготовиться. Прийти с юристом. И все это дело обмазговать. Может быть действительно у меня есть какие-то рычаги для того, чтобы оспорить, ну не доводить до штрафа. Вот. Да. Я могу вам в устной форме в принципе подать клопотание, а могу в письменной. Сейчас я напишу клопотание о том, что я проживаю фактически в городе Одесь. И хотел бы на Королёва 2 там я не помню сколько-то. Ничего себе. Вот это молния. Молния Маквин. Работает там ручку, да? Молния Маквин. А у меня есть? Есть? Специальная обученная. Только чтоб там чернила не пропадала. Это ручка самолета с КЛМ, они такие не занимают. Хотите я вашей напишу? Напишите вашей. Не, я могу вашей написать. Знаете... Да, ничего, я так, я напишу клопот на русском. Ходотайство. Ходотайство. А, спасибо. О, так это в фирме. Ничего себе. Это вообще серьезно. Коповская. Да. Значит, зачитываю, потому что почерк у меня еще тут. Ходотайство. Прошу перенести рассмотрение административного дела по моему нарушению по месту фактического проживания в городе Одесса в связи с необходимостью подготовки линии защиты. Так как в городе Запорожжен схожу с проездом. Имя, фамилия, число и подпись. Хорошо. Вот, ведь это поведомлено. Я принес сюда данные. Ну, как мы с вами согласовали 31.07.2017. Там уже был с 9.00. Управление у нас тоже с 9.00. Это заместило, что место Одессы. Ну, как вам удобно. То есть за вашим местом клопотание. То есть данные я вписал по свечению. Транспортный засоб Инфиники. Державный номер и ВИН-код вашего транспортного засоба. То есть... Ну, я могу открыть капот, если хотите. Если вы хотите, мне не сложно сделать. Если вы хотите убедиться, пожалуйста. Ну, я уверен. Нет, если вам надо, мне не вопрос. Хотите заглянуть под капот? Нет, я... А что у вас интересного? Нет, ВИН-код сверить. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Есть фонарик у вас? Конечно. Пожалуйста, ребята. Многие говорили мне, что это нереально. Сделать перенос рассмотрения дела с одного города в другой. Что сейчас это в лучшем случае делают только в пределах одного города, в котором было совершено правонарушение. Но, увы, как видите, все оказалось не так. Патруль действительно оказался няшным. Я думаю, что такое может произойти не только со мной, но еще, наверное, с вами. Так что пробуйте, ребята, учите законодательство, видеть себя прилично с полицией и все у вас получится. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова